Здравствуйте, друзья! Уважаемые художники и любители, наверное, редкого художника обошла тема черного квадрата Казимира Малевича. Я тоже задавал себе этот вопрос, что это, для чего, как это и тому подобное. Нет, я не буду его копировать, хотя технически это не сложно, а вот энергетически это невозможно. Как нельзя повторить одно и то же слово, так же невозможно повторить то, что уже было. Даже если и повторить слово, его повтор уже не будет являться словом, сказанным до этого, будет уже другое слово. Так же и черный квадрат. Я не смогу повторить, а только написать его заново. Кстати, размер полотна, который я изготовил для написания черного квадрата, все таки повторяет оригинал. Суть этого видео, совсем не в написании черного квадрата и не в вопросе, что это вообще. Просто на примере двух противоположных стилей живописи, попытаюсь понять ее техническое построение. Пока рисую, изложу свои мысли, но постоянно будут звучать слова сомнения. Наверно, может быть, а может и не быть. Одно будет противоречить другому. Все в мире, состоит из противоречий, как черное относительно белого. Черный квадрат я начал рисовать с распятия Иисуса Христа. Далее поймете, почему так. Верующие люди, прошу не обижаться, если с точки зрения религии, что-то сделаю неправильно. Рисую от сердца. Иисуса я взял, как символ жизни, или как классическую тему в живописи. Техника рисования не сложная, но очень кропотливая. Иисус рисуется мелкими точками, примерно, как газетный оттиск. Поэтому, наберитесь терпения. Немногие вынесут до конца мои рассуждения, но именно эти рассуждения дают мне понятие, на чем строится не только живопись, но и многое в мире. Натолкнул меня на эти рассуждения и, соответственно, на повтор изображения черного квадрата, вопрос, который я задал своему приятелю. Что больше, все или ничего? Он ответил. Все больше, чем ничего. Потому что все, это что-то, а ничего, оно и есть ничего. Не знаю почему, но в моем понимании, ответ был с точностью, да наоборот. Так вот, я думаю, все, это что-то, а у чего-то, есть начало и конец, или размер, или масса. А ничего, это и есть ничего. Значит нет ни начала, ни конца. Это пустота, это ноль, это минус. Но это ничего, тоже существует, как противоположность чему-то. Например, если убрать из Вселенной все планеты, солнечные системы и последнюю пылинку, что останется? Ничего не останется. Пустота, но у которой невозможно найти начало и конец. Ведь ничего, как бы нет. Но ведь она есть, она существует. Что-то должно где-то, или в чем-то находиться. Но так как, что-то имеет величину, значит оно должно находиться в чем-то большем. Хорошо, спущусь на землю. Например, может ли свет находиться в темноте? Может. Лампочка в темноте. Она будет иметь ограниченный источник светового излучения. И за пределами света, снова будет темнота. Может ли темнота находиться в свету? Нет. Там где свет, темноты уже не будет. Значит лампочка, это что-то. А темнота, это ничего. Но именно темнота, дает возможность жизни короткому свету. Кстати, лампочка имеет и короткий срок жизни. Просто перегорает. Делаю для себя вывод. Чтобы что-то существовало, имело жизнь. Нужно, как минимум, две составляющие. Свет и темнота. День и ночь. Прилив, отлив. Любовь, ненависть. Жизнь, смерть. Добро, зло. Плюс, минус. Иначе батарейка не будет работать. То, что имеет жизнь, всегда коротко. Его мало. Относительно ничего. Жизнь цветка короткая. Он радует нас своей красотой. Ограниченное время. Жизнь человека тоже ограничена. Не пугайтесь. Я не зря заговорил о смерти. Смерть для меня является, как и пустота, ничем. Именно в ней находится жизнь. Как лампочка в темноте. А не наоборот. Поэтому осмелюсь предположить, что смерть является отрицанием или противоположностью жизни. Но так как все в мире имеет цикл, цикл повторений. Свет, темнота, день, ночь. Наверное, такой же цикл имеет жизнь и смерть. Жизнь и смерть. И опять жизнь. Простите, что ухожу глубоко. Но именно это понятие цикла, дает мне понимание, что живопись, это тоже цикл. Чередование светлого, темного, яркого, тусклого, теплого, холодного, черного, белого. На черно-белом примере, проще понять соотношение рисунка или живописного полотна. Поэтому я и взялся за изображение этой картины всего одной темной краской. Буду считать ее черной. Какой цвет в живописи главнее, важнее, темный или светлый, черный или белый. Проведу маленький эксперимент. На большом белом полотне изображу черную точку. Как она воспринимается глазом? Воспринимается, как клякса, как испачканный холст. Изображу белую точку на черном холсте. Белая точка воспринимается, как свет. Смотрите, черная большая плоскость и маленькая белая точка. Смотрится, как живая. Черная точка на белой плоскости, не имеет такого свечения. Недаром существует пословица, хорошего понемножку, как и вся наша жизнь, впрочем. Значит, условно черная большая масса, пусть будет ничем. Будет противоположностью белому. А как я уже говорил выше, то, что имеет жизнь или свет, должно быть коротким или меньшей величиной, по сравнению ни с чем, бесконечностью или темнотой. Еще один пример. Как увидеть алмаз во всей его красоте? Вот смотрите. Алмаз в природе, это обычный кусок камня. Чтобы показать его красоту сияния, нужно сделать огранку. То есть, чтобы дать жизнь чему-то, с этим нужно поработать. Алмаз, после обработки, примет форму, но не покажет всей своей красоты, если будет сам по себе. То есть, не будет иметь окружение. Нужно что-то противопоставить ему, как день прекрасен против ночи. Это может быть оправа или фон. И вот, когда алмаз помещается в среду фона, то он начинает сиять всеми гранями, отражая свет, как внутри себя, так и отбрасывая его на окружение. Он оживает. Я говорю противоположности, как день и ночь, как свет и тьма, как жизнь и смерть. Нам кажется, что день сменяет ночь, прилив сменяет отлив и тому подобное. В живописи нужно совместить две противоположности, чтобы они были одновременно вместе, но имели определенный цикл или ритм. Здесь я опять порассуждаю. А разве в жизни день сменяет ночь? Или прилив сменяет отлив? Нет. Когда приходит день, ночь никуда не уходит. Просто происходит цикл смены дня и ночи относительно полушарий нашей планеты. Когда в одном месте день, то в другом месте ночь. Когда в одном месте прилив, то в другом отлив. Ничего никуда не исчезает. Если посмотреть на планету со стороны, то мы увидим картину, где будет присутствовать и день, и ночь. Мы увидим сразу и пустоту, и присутствующее в ней что-то. Это для меня и есть понимание, что живопись, это мир со стороны, где есть что-то, которое находится ни в чем. Именно это ни что, дает энергию чему-то, как в примере с алмазом. Только фон дал полную жизнь камню. Черный квадрат Малевича. Как он относится к живописи или к искусству в целом? Попробую дать оценку на примере всего вышеизложенного. Все что я слышал или читал о черном квадрате, это примерно такие высказывания. Черный квадрат это темный прямоугольник. Черный квадрат это неудавшаяся картина. Черный квадрат это отказ от содержания. Черный квадрат это политический ход. Черный квадрат это пример гениального пиара. Черный квадрат это кризис идей в искусстве. Черный квадрат это бунт в искусстве. Ну и так далее. Для меня нет никакого бунта. Раз он существует, значит он должен быть. А вот относить его к искусству или к живописи, это вообще не моя компетенция. Но как противоположность чему-то, он имеет право быть. Итак, технически повторить его не сложно. А вот дать ему такую же энергию, как у оригинала, я уже говорил, невозможно. Вот я рисую Иисуса Христа. Рисунок делается очень долго. Чтобы создать его, с ним нужно повозиться. Даже ребенок не может появиться сам по себе. Здесь тоже нужно поработать. Живое нужно создавать. Неживое, ничто существует без нашего вмешательства. Теперь смотрите. Когда Иисус нарисован на белом фоне, Он как и алмаз стал иметь определенную форму. Но не имея противоположности, Он выглядит графически. Нужно дать ему противоположность. Противоположностью будет черный квадрат Малевича. Повторюсь, что в его изображении, технически нет ничего сложного. Главное более-менее провести ровную линию по периметру. Если сравнивать черный квадрат с изображением Иисуса, то кажется, что тело Христа, это классика в живописи. А черный квадрат, это что? Вообще, это живопись или нет? Живопись, это два составляющих слова. Живо писать. То есть, как в жизни. Тело распятого Христа, хоть и символически, нарисовано похоже, как в жизни. Черный квадрат, вроде не живое изображение, оно еще более символично, чем Иисус. Его изображение, технически, абсолютно противоположно изображению Христа. Черный квадрат, я не отношу к слову живопись, но его энергия затмевает многие живописные произведения, иначе о нем бы столько не говорили и не писали. Он сводил с ума многих деятелей искусства и простых людей. Он до сих пор является неразгаданной тайной. Тайна. Вот, чего боится наш разум, неизведанного, того, что невозможно понять, а невозможно понять то, чего нет. Это пустоту, это ноль, это противоположность нашему мнению или взгляду, поэтому неизвестное, всегда пугает человека. Неизвестность, пустота и тому подобное, это сильнейшая энергия. Поэтому, мы боимся смерти, боимся пустоты, отрицания. Трепещем рассуждаем перед черным квадратом, не понимая его. Нам не дано понять при жизни, энергию того, чего не можем объяснить. Но ведь эта энергия существует, как и существует черный квадрат, даже если он и рукотворный. И его энергию, тоже, ни один человеческий ум не смог объяснить. Как совместить в живописи несовместимое? Как соединить две противоположные картины? Какая картина главнее, лучше, Иисус или черный квадрат? Для меня нет понятия лучше, хуже, все равнозначно. Представьте, если бы не было живописи, вообще в его классическом понимании. А живопись, состояла бы из одноцветных квадратов, треугольников, кружочков, из геометрических фигур. Нет противоположности, не о чем говорить, не с чем сравнивать. Был бы только день и не было бы ночи. Если только день, если только прилив, если только свет, если только жизнь и ничего противоположного. Чувствуете? Нет жизни ни в чем, если нет отрицания, нет противоположности. А если свет и тьма, утро, день, ненависть, любовь, начинается цикл, зарождается жизнь. Примитивный пример. Если бы поршень автомобиля двигался только вверх, то машина не поехала бы. Но даже поршень имеет два противоположных движения, чтобы автомобиль двигался. Простите, немного разговорился. Бывает, понесло. Так вот, как совместить, казалось бы на первый взгляд, несовместимые в живописи. Куда расположить черный квадрат? По верху Иисуса, на передний план, или за Него, на задний, как фон. Вот я и подошел к своему магическому эксперименту. Я рисую черный квадрат, на полотне, на котором изображено распятие Иисуса Христа. Смотрите, когда я обводил периметр квадрата, по Иисусу скользил луч света. Я обратил на это внимание, только разглядывая видео. Символично. Не правда ли? Я ставлю квадрат, во главу картины, на передний план. Просто закрашиваю все. Черный квадрат для меня символ энергии пустоты, неизведанного ни-че-го. Эта энергия поглотит все на своем пути, если будет сама по себе. Как зло поглощает добро, если добро не противопоставит злу в цикле. И смотрите, энергия квадрата поглотила графическое изображение задуманной картины. Все, Иисуса больше нет. Но, пустота или ничего, никогда не соприкасаются с чем-то. Ничего и что-то, всегда идут параллельно, не мешая друг другу, и только меняются в цикле. Ведь не может быть день и ночь, или добро и зло, как действие одновременно, только в цикле. Цикл в живописи можно назвать ритмом. Где черное, где белое. Эти два состояния должны стоять каждый на своем месте, и никто никого не должен уничтожить. Но я уже убил задуманную картину. Как быть? Можно ли вернуть ее в первоначальное состояние? Уже нет. Необратимость. Нельзя вернуть слово, нельзя вернуть время, невозможно повторить живопись с точностью, до мазка. Но живопись тем и прекрасна, что ее можно продолжить и расставить все на свои места. Я вытру черный квадрат там, где должен быть Иисус. Визуально помещу его на свое место, на задний план. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, алмаз в своей огранке. Я не смог вернуть полотно в первоначальное состояние. Сработал закон необратимости. Но черный квадрат, как мощнейшая энергия, дал жизнь новой картине. Как бы второе пришествие. Совмещено, казалось бы, несовместимое. Далее, можно поработать с цветными красками. Но пусть останется загадка. Все мое повествование, рассуждение, можно поставить под сомнение. А можно и сделать выводы. Черное и белое. Цветное и монохромное. Пустота и наполненность. Все или ничего должно быть. Только не мешать друг другу, а дополнять. Черный квадрат нужен классической живописи. Как и наоборот. Только не в споре, а в параллельном существовании. Заметьте, никакие стили. Также, классическая живопись и супрематизм, никогда не спорят друг с другом. Они мирно висят в одном музее и радуют глаз и чувства. А спорят люди. Черному квадрату, от наших споров, ни горячо, ни холодно. Висит себе на стене и посмеивается. Поэтому, все рассуждения, где живопись, а где не живопись, я отрицаю. Все это искусство. Человеческие споры, бесконечны не потому, что невозможно найти истину, а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение. Буддийская мудрость. Короче, когда темного меньше, чем светлого, смотрится графически. Когда наоборот, живописно. Вся живопись состоит из противоположностей, цикла и необратимости. Противоположность существует без доказательств. Без цикла нет живого. Если мазок уже положен, то нельзя вернуть в исходное состояние. Можно только продолжить. Необратимость. Хотя я могу в чем-то и ошибаться. Вечная почва для размышления и поиска. Кто не понял, я не виноват. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.